В кафе стреляли, в магазины ходили как в музей, денег не было даже на то, что появлялось на полках. Ну а речь о развитии культуры вообще не шла. Говорили о маргарине рама. Заводы еле-еле, как я говорю, телепались, гроши люди получали, выживали как могли, а подавляющее большинство наших людей зарплаты не имели вообще. Пустые полки, вы помните этот импортный маргарин, как он, рама назывался. До того доходило, что муки, как я уже говорю, оставалось на три дня, чтобы испечь хлеб. Сейчас во время пандемии не все идет как по маслу. Спад понятен. Наша экономика экспортоориентированная, зависит от благосостояния других стран. И дармовой углеводородной подпитки нет. Рассчитывать приходится только на себя. И если бы власть тогда оказалась не в тех руках, трудно представить, как бы закончилось время бандитизма и тотальной коррупции в стране. Детей кормить было нечем. Тысячные митинги на улицах собирали, я это хорошо помню. Проспект Независимость тогда еще с Карыны перекрывали. С милиции стычки переворачивали автомобили, поджигали. Тогдашнее руководство республики не могло с ними справиться, погружая государство еще в больший хаос. Да и потом все продолжалось. Метро бастовало, троллейбусы не ходили, люди не могли на работу доехать. Тогда руководство города и страны порядок навести не могли. Да и президент, которого избрали, был искусственно монтирован в нашу конституцию, не имея никаких полномочий. Поэтому мне пришлось действовать силой, опираясь на помощь простых людей и особенно минчан. Что в доме есть хозяин, сначала поняли местные бандиты, а потом увидела и мировая общественность. Помните стадион наш «Динамо», наша национальная гордость. Что там творилось, вы знаете, я не буду напоминать. А чижовка нынешняя. Кто коренной минчанин, тот помнит. Это уже имя нарыцательное было. Этим названием детей вообще-то пугали тогда. Считалось и во многом не без оснований, что в этом районе сплошное пьянство, криминал. Зайти туда страшно было. Ну а нынешняя чижовка, вы ее видите и можете люди постарше сравнить. То же самое, лошадь, сауручье, красный бор. На этих местах мы построили самые продвинутые и современные микрорайоны. Теперь детские сады и школы строят, а не распродают. А в 90-е даже старые были неукомплектованы. Демография хромала. Маргинальные некогда районы теперь обжитые, комфортные и безопасные кварталы. Только в Минске собственниками квадратных метров стали около миллиона трехсот тысяч человек. Развитие столицы – симбиоз традиций из прошлого и новейших технологий. Минск стал местом притяжения и мировой дипломатии, и мирового спорта. Если без эмоций, то сейчас Минск в цифрах четверть экономики страны, и каждый пятый – житель Беларуси. Половина поступлений в консолидированный бюджет и десятая часть прямых инвестиций. В год открывают по пять тысяч новых предприятий. И условие одно – честная работа. Из России возвращаются, бросают бизнес, идут к нам. Потому что нам не надо платить мзду для того, чтобы сюда прийти, а еще кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе, я не ваш президент. У многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде. Слушайте, как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей? И многие, многие думают, а вот пойдут эти реформы, будет свобода, демократия, альтернативщики много об этом говорят. Мы будем обязательно богатыми. Вот приватизируем всю государственную собственность. И десять ковалочки нам достанется. Не достанется. Не достанется. Не рассчитывайте на это. Потому что коррупция – это ржавчина, которая разъедает не только экономику, разъедает общество. Весь уклад, которым мы живем, который мы создали. В столице самая маленькая официальная безработица в Беларуси. По 17 вакансий на одного безработного. А доходы в раза полтора больше, чем в регионах. Оттого и понятно. Мегаполис собирает лучших представителей в своих компетенциях. А горожане – люди требовательные. Поэтому чиновникам надо активнее работать с населением. От одного окна до открытых дверей. Диалог должен быть постоянным. Мы должны видеть людей. Честно признаю, мы потеряли не только молодежь в основном. Потому что с ней не работали. Думали, все само по себе сложится. Мы потеряли во многом связь с обычными людьми. И когда пришел вот этот экзамен, когда президент начал сверху давить, мы вдруг очнулись и увидели людей. Поэтому нам надо сделать максимум для того, чтобы люди нам поверили. И после выборов мы не должны остыть и забыть успокоиться и подумать, что все хорошо. Как надо слушать и помогать людям, метод Натальи Качановой прост. Если человек неравнодушный, он примет меры, даже если эти вопросы не очень касаются и не его компетенции. Но он обязательно сделает так, чтобы в этом вопросе разобрались. Собственно говоря, так, как нас учит президент всегда. Приемы высшие должностные лица проводят постоянно по всей стране. Знать, чем живут люди, самое важное для власти, которая делает ставку на эффективность работы и результат. И столица здесь как маяк. Но и к региону у президента особое трепетное отношение. Трилогия малой родины «Возвращение к истокам». Вся наша национальная мысль проникнута желанием иметь свой клочок земли. А мировой разгул пандемии подтолкнул вместо Гоа купить билет до дальнего села. Все съехались или хотят съехаться в Минск. Глубинка может опустить. Поэтому я уже не раз говорил об этом. Хорошо, что у каждого горожанина был бы свой участок, клочок земли. Это мы будем продвигать предстоящую пятилетку активно. Огромное количество свободных участков. И мы показали уже, как надо работать в таких городах и участках. Их надо передать в собственность за совсем символическую цену нашим людям. Развивать регионы значит сохранить душевное обаяние Беларуси. И один из приоритетов строительства жилья с условием никаких сверхприбылей даже в Минске. Тут в принципе особое условие. Никакого необдуманного уплотнения участки под строительство выделять прежде всего гострестом. При этом рентабельность застройщиков не более 5%. Минск должен остаться внутри первой кольцевой дороги. И не думайте, что я дам согласие на перенаселение вот тут вот этих зеленых зон. Уже давно просили. Так в Минске не будет. Это наше величайшее достояние, что мы не перегрузили Минск. И вы видите, как минчане, как вы реагируете, если где-то во дворе мы начинаем уплотняться. Так это называется сейчас. Надо к этому подходить очень осторожно. Нельзя перенаселять Минск. Нельзя вообще на глаза людям лезть. В приоритете города-спутники. Легче дышать белорусскому мегаполису поможет третья линия метро. А в всей стране развитие экотранспорта. Машинам на электротяге зеленый свет и такого же цвета номера. Вот так выглядит новый регистрационный знак, предназначенный для электромобилей. По развитию электротранспорта догнать Германию, тем более и своя АЭС, есть. Одна из самых безопасных среди двух сотен работающих в мире. Среди социальных маркеров медицина, а на лечение к нам приезжают из многих стран и образование. Не изуродовали реформами и оставили доступным. Диплом БГУ доступен любому парню из провинции. Но про такие социальные лифты в интернете не напишут. Позитив не в тренде. Хайпуют все больше на негативе, на любой проблеме. Я не очень-то погружен в этот интернет, но очень часто мне докладывают о тех, кто там хайпует и постится. Правильно я сказал? Правильно. Вы знаете, и когда мне фамилии называют, я так начинаю затылок чесать и думаю, кто же это такие? Вы знаете, они думают, что они формируют мнение, ну как минимум столицы нашей страны. Да Господь с вами. Вас родственники и то вспоминают долго, как я, кто вы такие. Поэтому вот я вас пригласил сюда и вас прошу, вы должны быть в своем городе, если хотите, в нашей стране, мнение формирующими людьми. И вы не должны из своих рук упускать это святое, что принадлежит, должно вам. О лидерах мнений и рейтингах президент продолжит говорить уже на встрече с активом медийного сообщества. В интернете приходится обороняться, а надо наступать. Гаджеты и иконы стиля и окно в мир для молодежи. Мы же пока имеем разрозненные, на мой взгляд, слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ. Как итог, на мой взгляд, вторичность работы в интернете, классических редакций средств массовой информации, как бы мы тут ни говорили. Сейчас интернет, увы, не всегда во благо, зачастую от непоправимых последствий жизни в сети приходится защищать своих детей. И это смертельные игры наподобие синего кита. И наркотики, и множество иных, порой сразу невидимых угроз, которые сегодня из виртуального мира распространились уже на все сферы реальной жизни. Экономика, политика тоже в списке. Порой в интернете, с чем столкнулись многие страны мира, звучат призывы к незаконным действиям. Но ведь альтернативное мнение и нарушение правопорядка – это разные понятия. А вот разграничивают их, увы, не все. Примеры тому есть сейчас и в белорусском интернет-пространстве. Но возникший призыв назад в прошлое Александр Лукашенко на встрече с медиаперсонами назвал ошибкой. Возвращаться к истопкам хаоса – дело неблагодарное. В середине 90-х мы ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже, что весьма странно, предлагают вернуться в 94-й год и взять ту конституцию, которая была. Вот, уважаемые друзья, что ни в коем случае делать нельзя – это возвращаться в те середины 90-х и брать ту конституцию, от которой мы ушли. Потому что конституция – это основной такой свод, пусть даже общий, но документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому, если мы говорим о реформах, если мы говорим о пираменах, то это надо писать прежде всего в конституции и развивать в законах. Как можно говорить о рывке вперед, о реформах? Ну, реформы – это естественно, надо вперед, вперед, вперед. И в то же время звать к институции, которая вообще себя плохо зарекомендовала. Встреча с активом – время откровенного диалога, так всегда у президента. В условиях медиакратии это особенно важно. Сегодня любой блогер или даже пользователь соцсетей уже, считай, журналист. И оттого любые события трактуют, как кому выгодно, превращая людей в марионеток, потребителей фастфуда, информационного меню. Даже в этом зале я вам сказать не могу, то, как пишут и что говорят. Ну, ладно, про меня, обо мне. Я уже привык. Но каждый из вас получил порцию тот, кто не за Лукашенко слово даже сказал, а за государство, в котором жить придется вашим детям. Что надо нам? Это нормально. И мы говорим – свобода слова, демократия. Да, свобода слова, но любая свобода слова ограничены в любом государстве законом. Поэтому здесь мы наведем порядок. Откровенный диалог длится около шести часов. Встречи закрытые. Говорят о вирусах для нашего суверенитета. Не только о коронавирусе, который стал испытанием, но при этом пройти его удалось достойно. Система здравоохранения и власти не превратили Беларусь, в Италию и США времен пандемии. Такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел. И пневмония ковидная, и экономическая пневмония, и ее последствия, и инфа, пандемия и так далее и тому подобное. Ну я их пять уже насчитал. Смелые вопросы и обсуждения. В журналистике есть понятие лид. Так вот, лид встречи с медиа-активом вмещается в эти слова президента. Никогда никого не предавайте. Александр Лукашенко своих избирателей не предал. Беларусь стала и космической державой, и IT-страной. Наш ПВТ, в который поначалу мало кто верил, уже зарабатывает валюту на экспорте. Но не ушли мы и от традиций. Коров доить IT не будет, и гайки крутить на МТЗ тоже самое. Поэтому в основе всего был и будет человек. Сельское хозяйство, модернизация отрасли все эти годы дала необходимый эффект. Агробизнес сегодня также приносит значительную прибыль. Поставки нашей продукции практически во все страны мира. Как собственные в сфере промышленности. Изновшеств биотехнологическая корпорация. И все эти отрасли сегодня базовая платформа нашей экономики. Если на МТЗ работает примерно 18 или 20 тысяч человек, ну 20 тысяч человек, цитата нашего великого банкира, если полторы тысячи там останутся в результате модернизации, ну 20 минус полторы, 18 с половиной, ну ничего, для IT-шников будет резерв. Понимаете, вот я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода. Стою перед людьми, смотрю на эти ручища и думаю, боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, в двигателях. Завтра его под 50-60 лет выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников. Внутренне экстраполируешь, ставишь рядом там условно кандидатов в президенты, которые сейчас пытаются ими стать. Но они проигрывают все сразу вместе. Потому что, ну, условно говоря, лидер на уровне лидера Китая, России, адекватной Америке. Я прекрасно помню хаос, который был в стране до 95-го года, в первую очередь из-за общего режима вседозволенности. Каждый что хотел, то приватизировал, что хотел, то делал. В итоге экономика страны уменьшилась на 40%. И валовый внутренний продукт в 95-м году, посчитанный по американским ценам, был только 4 тысячи долларов. В этом, в 19-м году прошедшем, он стал 20,6 тысяч долларов. А еще достаточно сравнить содержимое своего холодильника в 94-м и сейчас. Кстати, холодильники на неделе президент тоже сравнивал. В пятницу Александр Лукашенко посетил Атлант. К слову, заводов не было в списке полутора тысяч минских предприятий, получивших поддержку из бюджета из-за последствий пандемии. Здесь о помощи не просили, справились сами. Продажи холодильников показали всю несостоятельность. С горячей критики в адрес Александра Лукашенко за решение не закрывать предприятие и в разгульные 90-е, и при разгуле ковида. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример. Мы в этот момент предложили свой товар. Люди купили. В штате предприятия 4,5 тысячи человек. Средняя зарплата 1117 рублей. Не на каждой частной ферме такие заработки. Это, к слову, о сплошной приватизации. Как зарабатывать – это дело владельцу бизнеса. А вот сколько платить рабочим, президент принимает решение на месте. Надо взять 10 примерно, примерно 10 ведущих предприятий страны. Ну, допустим, если Атланта, МАЗ, БелАЗ, ну, ведущих, которые имеют самый высокий уровень зарплаты. 10. 10. Наверху самая высокая, 10 пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников. Спрос на белорусские холодильники настолько высок, что загрузка постоянно увеличивается. Подрабатывать на завод пригласили студентов. Тебе здесь и первая копейка, и навыки в работе. Вообще, у ребят есть желание работать? Какие люди хотят? Точно и у нас так было. Каждый старался поработать больше и заработать деньги. Эти ребята – поколение, которое не знает другой страны, кроме суверенной Беларуси. Уже на старте у них есть все то, о чем в начале 90-х их сверстники могли только мечтать. Да, они не знают, с чего начиналась суверенная Беларусь, но при этом и не понимают, зачем идти в своем развитии назад. Я хочу, чтобы вы понимали, что реформы в Беларуси, о которых много сейчас говорят, предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового и совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте потом что-то создавать. Знаете этот принцип до основания, а затем никто не знает, что будем делать. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси. Будем двигаться, если производство брать, в направлении импортозамещения, поэтому каждое предприятие, вот только что поручил, чтобы у правительства мы проработали, каждое предприятие, а у нас их тысячи, хотя бы по одному новому продукту произвели. Вот за пять лет тысячи предприятий по одному продукту за собственные в основном деньги плюс кредитами где-то поможем, нам больше ничего не надо. Бойцом студенческого отряда был и президент, и такие времена не забудешь, тем более, что подарок Александру Лукашенко яркое напоминание про отличные традиции. Молодежь уручила главе государства почетный знак белорусских студенческих отрядов и поздравила. 10 июля вошло в историю нашей страны как день, когда Беларусь проголосовала за своего первого президента. Спасибо. Одна из первых наград, которые меня наградили. Евгений Пустовой, неделя СТВ. Евгений Пустовой, неделя СТВ.